Значит, ну, во-первых, надо сказать, что мы вообще в другой стране, мы в Марокко, это совершенно неважно, но тоже страна такая же, что вот, так сказать, по-арабски, соответственно, значит, ну, здесь мы надолго, я надеюсь. Так, значит, основная тема, которую мы изучали, там много интересных тем, самый интересный будет совместный семинар со Слатой, значит, и самый сложный, значит, а у нас тут вот был, как он называется, самоуничтожение, самоуничтожение, то есть взрывающаяся бактерия, собачка, которая позволяет остальным собакам себя грызть. Ну, в общем, очень много и Тренч, и этот самый Дюранс, вот. Ну, значит, чтобы не сложилось впечатление, что только один Мейсон на эту тему пишет, значит, хочу сказать, что у меня периодами, конечно, вот сейчас у меня период, когда самый любимый это Джордж Семенон, но это не значит, что он лучший из всех времен народа, просто временно. Значит, вот он тоже, значит, если кто захочет вникнуть в эту тему, он тоже вот пишет с оригинальной стороны, не так, как Мейсон, об этих людях, которые сами себя уничтожают. Значит, у Джорджа Семенона это выглядит так. Так, там у него полицейский хороший, у Джорджа Семенона, ну, и, видимо, поэтому ему позволяют, значит, позволяли, так сказать, стать популярным писателем. Вот, значит, арестовывают кого-то, и человек ведет себя действительно самоубийственно, и его прокурору в какой-нибудь ахинеи, значит, обвиняет, а он, этот самый подозреваемый, даже и не защищается. Даже и не защищается, так сказать, молчит, и можно подумать, что он там кого-нибудь выгораживает, наверное, скорее всего, ну, Джордж Семенон на этом не напирает, но, в принципе, так вот, помню, что у других авторов обычно, так сказать, вроде бы кого-то прекрасную даму выгораживает там, или еще что-нибудь. На самом деле, без всякой прекрасной дамы, просто вот он занимается как раз самоуничтожением, но там не только самоуничтожение, дело в том, что, значит, в условиях буржуазной печати, то, что нам не знакомо было в Советском Союзе, значит, вот эти вот освещались, в первую очередь, всякие вот эти вот процессы, убийства и так далее. То есть, вот когда в тех условиях, когда, значит, не того обвиняют, значит, он не сопротивляется, значит, это приравнивает тому, что он признается, в общем, идет капитальное, ну, в общем, одурачивание населения. Одурачивание населения, то есть, вот эти вот, которые сами себя, вот, смотрите, их на примере бактерий или чего-нибудь объявляют героями. А когда начинаешь рассматривать то, что делают, значит, персонажи, значит, Жоржа Семенова, то получается, что это просто подонки. Не, ну, можно догадаться, что полковник Тренч и полковник Дюранс – это вот гадость, сволочи, мерзавцы, там, подонки и так далее, значит, вот там они сами его уничтожают. Но все-таки у Мэйсона это не так очевидно, а вот у этого, у Жоржа Семенова все очевиднее, там, просто вот, все время там вьющаяся стая, стайка этих самых журналистов, в общем, все это, так сказать, вот описывается и так далее. То есть, вот, всего-навсего, я говорю, вот, понимаете, вот, когда мы начали эту тему, уже прошло несколько месяцев, а мы вот только добивали. Но тогда для меня это было вот это вот самоуничтожение, когда там, я не знаю, толпа, вот, в особенности вот это вот первое, то, с чего мы начали. Когда, значит, вот, живой щит идет впереди войска. Господи Боже, что они делают? Для меня просто было, ну, откровение, да, если вы помните Чеченскую войну, там сплошь и рядом эти, но рядом были эти живые щиты, которые кричали, вот тоже, кстати, в книгах нет, а, значит, вот, Чеченская война, они там все кричали, не стреляете, ради Бога, этого милосердного, может, ради Бога и не было особенно, вот, но во всяком случае не стреляйте, там, и так далее. То есть, в общем-то, надо брать несколько авторов, несколько источников, и тогда вот эта тема станет интересна. Она очень важна. То есть, вот, получается, что вот эти вот само, они фактически это самооговорщики. И люди идут, значит, вот, с удовольствием вот их там обведяют, их там могут посадить, их там могут повесить, расстрелять, там, не знаю, уколоть электрический стул, а они идут вот с удовольствием. То есть, вот, мы как привыкли, вот такая у нас концепция людей. Значит, люди поступают так, как им выгодно. Вот они хотят комфорта, больше поесть, больше поспать, более тёплые бабы, так сказать, рядом и так далее. А на практике мы смотрим, оказывается, они совсем другое, если преследовать это. То есть, вот, быки, может быть, они и действуют так, как им выгодно. Но у нас этих быков раз-два и обчёлся. Это то, что вот, как бы, по жизни не встречается. Значит, вот пример, который был... Не, ну, теперь мы говорим, что вот самоуничтожающееся, это тёмные качества. Это вот из тёмной. Вот у нас была женщина, в которой тут вот полсовета было влюблено, а может быть, даже больше. Не будем позывать по имени. Значит, глаз сидит и подымает. Уже догадался, что речь идёт о судье. Все там были почти в неё влюблены. Я вот не влюбился только. Почему-то не знаю. Старый. Просто. Вот. А так вот тоже, наверное, значит. А там был какой пример самоуничтожения? Значит, помните, там, когда Саша выступала, она сказала, что там это чушь насчёт того, что Минеев там унижает женщин, хотя бы уже потому, что, значит, вот она стала смотреть ролики Минеева, у неё прошёл цистит. Как повлияло на Ваше поведение и на поведение Ваших знакомых просмотр данного видеоролика «Почему девушки так торопятся дать?» Ну, конкретно данный ролик, как он повлиял на мою жизнь, пока мне сложно сказать. Но вот то, что у меня была определённая проблема со здоровьем, именно с циститом, а вот ролики на данную тему помогли мне не избавиться от этой проблемы, да, помогли. То есть это был какой-то осязаемый результат. А Вашим знакомым? Знакомым? Ну, я думаю, что данный ролик, он, ну, сам по себе, очень позитивный, советую, кто не смогла. Вообще, ну, наш ролик, он вообще, давайте-нибудь посмотрим на многих женщин, поскольку, ну, там рассматриваются именно такие аспекты, и там рассказываются о том, как сделать счастливой женщине. Вот, и это такой вот всплеск там был, и все его заметили, ситуация, она тут что-то цистит, что нам, как там, что там, это, понимаете. И вы пояснили, что конкретно на вас оказало положительное влияние, оказал просмотр ролика к нерву положительное влияние, вы избавились от цистит. Это как, практически? Мы болели с цистит. Нет, я понимаю, как просмотр роликов вам помогут быть проблемы? Ну, если вы, как бы, я считаю, и не только, я считаю, как бы, что многие варезы, они не интересны человека, и его, как бы, он, не знаю, взглядов на жизнь, его, ну, то есть, день, его, что-то, жизнь, ну, в принципе, ну, и вот, и мне, соответственно, я просто заметила, что у меня была проблема, и ее не стало. После просмотра? Ну, вот, я прошу... Или там были какие-то рекомендации? Нет, нет, нет. Вообще, она, конечно, молодая и совсем не умная, то есть, она совершенно отчетливо показала, что это у нее цистит. Ну, я понимаю, что прямо на заседаниях никто не догадался, Дима, вы вряд ли, ну, понятно, но, держась, я даже вас ни бы не спрашиваю, наверное, у вас определенная роль на семинарах, так что терпите. Бог терпел и нам, знаете, вот. Вот. То есть, она себя разоблачила. Ну, и что она сделала, то есть, вот этот пример можно повторять много раз. Понимаете, вот, и... Вряд ли уж она до такой степени дура, чтобы она не слышала о психотерапевтических приемах излечения разных болезней, психосоматических источников болезни. То есть, вот она знала, что можно, как-то худо-бедно, значит, догадывалась о том, что вот через общение с учителем, то есть, соприкосновением с истиной, вот, значит, можно вынести какие-то болезни. Ну, следующий этап, вряд ли она знала, что если оплевать одного учителя, то потом ты нарушается у тебя взаимоотношение со всем миром учителей. Или, во всяком случае, с категорией. Ну, и со всем миром, но, во всяком случае, в особенности, с категорией. То есть, вот, с категорией вот этих вот учителей, которые занимаются, так сказать, вот, психотерапевтической деятельностью, значит, или, так сказать, выход есть, значит, из деятельности. То есть, что она сделала? Она себя наградила цистит. Цистит – это, знаете, очень неприятная болезнь. Я знаю, что вот тут из присутствующих никто не знает, что это такое, это женский половой орган нужен для этого, чтобы знать. Значит, это очень неприятные, значит, ощущения там. Значит, понимаете, это вот лишение себя, фактически, половой жизни. То есть, вот, те, которые повлюблялись все, эта женщина негодная ни на что в постели. Так, давайте обсудим эту тему. Любви к женщине, которая негодная ни на что в постели. Так, ну, вот, куда вы сразу встали? Вы у нас первый специалист по изброченным женщинам. Как вы считаете, это очень хорошо? Вот нет, у нее полового органа. А, может быть, как раз в этом и суть? Нет, у меня была женщина, у которой был цистит. Вот, она ложилась в больницу, и, соответственно, половой жизни не было, там, два или три месяца, пока она лежала, еще устанавливалась. Я, конечно, не подумал сразу, но ведь это же очевидно. О чем не заговорить, так сказать, эти женские извращения? Шульков скажет, у меня была такая. Ну, в любом случае, вы понимаете, она терпеть будет в этом самом постели. И ждать, когда же, наконец, это все кончится-то. А, как вы к ней относились? Кстати, у нее папа тоже из судебной системы. Вы бесценный кладезь. Значит, нет. Вот, смотрите, а то можно подумать, что... Нет, вот, женщины... Нет, вот, у нас же через много же судей видели, да, там. Я помню, там только два судей были, мужчины, а остальные все были женщины. И там вообще у нас чуть ли не 98% в России сейчас этих судей, это женщины. Значит, вот. И можно подумать, как классно они устроились, да, большие зарплаты и так далее. Однако, вот у них у всех одна и та же хрень. А еще они нарождают... А еще они награждают этой болезнью своих потомков, дочерей. Дочерей. Мужчины в том числе. Значит, так что... Вообще, вот эта вот тема, она выходит на Немезиду. Это вообще-то знание Немезиды. Немезиды – это вот воздаяние. Все все время думают, что воздаяние – это в виде... И я про себя так говорю. Если я так думаю, значит, все так думают. Ну, это, понимаете, у всех своя болезнь. Значит, я не исключение. То есть, все время вот представляется воздаяние, это врывается толпа с дубинками, арестовывают и начинают там что-нибудь, или дубасить, или еще что-нибудь это самое. Значит, а вот это разве не воздаяние? Так что это знание из Немезиды. Из деятельности Немезиды. Блин, вот теряешься, о чем говорить. То, что о Немезиде, раз уж сказали, вот... Немезиду редко упоминают. В соединении с женским половым органом, наверное, вообще нигде и никогда. Мы первые. У нас здесь присутствующие первые. Соединяют Немезиду с женским половым органом, судейских дочек, самих судей, женщин и так далее. Ну, а чего не посмеяться-то, господи? Это же глупое поведение. Когда люди смеются? Человек упал, расквасил нос на этом самом, на корке от банана. Значит, я думаю, мог бы и не делать, если посмотреть это под ноги, да, хотя бы. Или вообще что-нибудь. Она могла бы не поступить в суде, она могла бы, так сказать, не отсечь. То есть вот мы видели, мы видели, как женщина убила саму себя. Вот для женщин любовь главная. Для мужчин власть и, так сказать, какая-то вот это такая, а вот для женщин главное. То есть она главного решается. То есть вообще, женщинам идти, так сказать, в существующую судебную систему, это смерти подобно. А судье мужчине рожать, или женщине судье рождать дочи, это вообще, это свинство. Это просто свинство и полость. Так, вы жалеете, что ли, что-то вы серьезно знаете? Как вообще? Нет, не, слушаю просто. Просто? Нет, вспоминается, что мы тоже там пошли сдаваться, когда, ну, типа самоговор делать, когда вас со сладой посадили. Тоже как, может, взрывались, типа того. Ну, ладно, ребят, это все повод заинтересоваться в этой теме, вообще-то говоря. Не, ну, можно из-за этого сторону видеть, а тогда печальиться особенно не надо. Ну, все, если что вспомнить, мы даже с Никитой качали, Дартаньян наш великий. Значит, то он там что-то такое, травму успел нахвататься, который мы еще не все разобрали. У меня, между прочим, правая нога как болела, так болит. Со сладой закончим, и опять вернемся. Так, то есть, вот понимаете, значит, не знаю, ну, откуда вот женщинам, судям, любить Немезиду? Или как? Нет, вот как это вот, я уж не помню, как ее зовут, этот судья, значит, ну, и плевать на нее, и не надо, и не надо никаких у него. Значит, это, вот, если ей вот эту вот историю, или кусок, вот того, что мы сейчас обсуждали, ей насильно как-нибудь впихнуть, она же ведь немедленно к расстрелу приговорит всех. Всех, кто к этому делу имеет. вообще, больно, да, вот, вообще-то. А кто будет ее раззомбировать вообще? Технически, как? Даже не представляю. Как кто? Кто у нас самодель? Даже Д'Артаньян с ней бы вряд ли стал, так сказать. Любовь прошла, завяли помидоры, все уже. У Д'Артаньяна бы и сил бы не хватило. Забышно? Даже если бы он вознамерился, то больше. Так, кто Люблян был? Я не. Ну, признавайтесь, блядь, языки все говорили. Симпатичная. 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 Человек приростнул в симпатию. Понятно. У меня было только то, что она интересуется и хочет разобраться. Ну, и такое было, да. Я просто меньше был. И даже на это я попался, но я быстро понял, что это фигня. Но я попался, в принципе. Когда она на это... Да, переспрашивает там что-нибудь. Да. Потом смотрит ролики, говорит, что все поняла, хотя она не могла знать десятки просто терминов, которые используются в этих роликах. Она просто их не знала и, значит, соответственно, не могла ничего понять в этих роликах. То есть, если бы она хотела разобраться, она бы останавливала и спросила. Там не так уж много этих слов. Может, не десяток, а может, пяток, но все равно без них-то. Так. Значит, вот, понимаете, вот, что мы делаем, понимаете, вот это вот самоуничтожение, это не какая-то вот лотерея, ну вот, выпало человеку роль самоуничтожаться. Один будет там уничтожать соседей, там что-нибудь такое, а это вот самоуничтожение, как будто вот он вытащил эту самую, как называется, какую-то вот карту, карту, ну, карту, бумажку таскать. Значит, на самом деле он что-то сделал, я вот не могу точно сказать, что, куча всяких чего есть разбираться, чтобы выяснять, что именно он сделал. Но мы видим, что с судьями там дело плохо с этими делами. То есть вот, вот, это Муэдзин, кто интересуется. В каждой стране Муэдзины поют по-своему самый лучший и мелодичный Муэдзин был в подножии Эльбруса, какой он город этот? Тернаус. Тернаус. Вот, блин, вот, Россия даже в плане ислама мелодичней всех. Мелодичней всех. Вот, понимаете, есть такой вот рассказ. Я понимаю, что я вас гружу, но я уже долго не было темы, поэтому сейчас вот, сейчас нагрузимся и будем рассуждать. Значит, я уже говорил, по-моему, что Агата Кристи это ученица Мэйсона. И она от нее у него взяла, позаимствовала, ну, я ее не ругаю, все правильно, она позаимствовала Пуаро, именно у Мэйсона. Вот, если читать вот это, вот, то, что он четыре пера, и еще там вторая книжка есть, это пламя англии, которую надо почитать, значит, то видно, что, ну, да, вот, видно, что Пуаро родился от этого лейтенанта Сача. Лейтенант Сач мысленно вернулся на 20 лет назад, еще до того, как он в качестве офицера морской бригады принял участие в неудавшемся штурме Редана. Он вспомнил лондонский сезон, когда он только что вернулся с китайской станции. И, конечно же, ему было любопытно взглянуть на Гарри Фивершема. Он не признался себе, что этот интерес выходит за рамки естественного любопытства человека, ставшего инвалидом в сравнительном молодом возрасте и сделавшего изучение человеческой природы своим хобби. Он просто хотел посмотреть, в кого пошел парень, в мать или в отца. Вот и все. Лейтенант Сач читал в темных уголках души Гарри и потому не мог почувствовать презрение. Долгие годы детства, отрочества и юности, прожитые в одиночестве в Бродплейс, рядом с непонимающим отцом и безжалостными покойниками на стенах, не прошли бесследно. Не было никого, кому мальчик мог довериться. Страх трусости постоянно иссушал его сердце. Он всегда был с ним, днем и ночью, преследовал во снах. Вечный зловещий спутник. Он не мог чтобы неосторожным словом не выдать себя. Лейтенант Сач не удивлялся. Он понял, что в конце концов страх привел к этой непоправимой ошибке. «Вы читали Гамлета?» спросил он. «Конечно», ответил Гарри. «Да, но размышляли ли вы о нем? В этом персонаже ясно видна та же черта. Он предвидит, обдумывает и представляет события и последствия во всех подробностях и содрогается укоряя себя. Точно как вы. Но когда приходит время действовать, разве он отступает? Напротив, он преуспевает. И именно благодаря этому предвидению. В Крыму я наблюдал людей, мочимых воображением перед боем. Но когда сражение начиналось, лишь мусульманские фанатики могли с ними сравниться. Что ж, я трус. Помните эти строки? Что ж, я трус. кому угодно сказать мне дерзость, дать мне тумака, развязно ущипнуть за подбородок, взять за нос, обозвать меня лжецом заведомо безвинно. Вот и все. Если бы только я не промолчал в ту ночь. Фуаро родился от этого лейтенанта Сача. Ну, там еще есть, по-моему, это по уровню у Мэйсона пониже все эти детективы, которые он писал, но там есть еще Анну. он вообще даже эти черные короткие русские папиросы или сигареты. Вы видели русские черные сигареты? Ни разу. Вот, блин, вот, понимаете, а у них есть. Значит, вот у Ана и у Пуаро. Может быть, больше на свете ни у кого их и нет. Значит, ну, нет, я просто к тому, что они как бы вот один от другого. И то, что там был всегда вопрос, как так получилось, что Агата Кристи в первом же своем произведении там что-то такое в Стелс несчастный случай или как-то в этом роде убийство в Стелс, происшествие в Стелс, да, там сразу появляется Пуаро в готовом виде. И всегда удивляла, как сопливая девочка фактически, так сказать, могла сразу породить такую фигуру, которую вот она всю жизнь, она ее кормила вообще, эта фигура, я имею ввиду, что Пуаро. Значит, а на самом деле это разрабатывал Мейсон, и он вообще пот в крови заработал эту фигуру, ну, и хорошо, что она не пропала, а Агата Кристи. Так вот, продолжил. А так вот, там, смотрите, получается, вот этот Мейсон, он разрабатывал темы, которые связаны с, как это называется, с этой Немезидой. Значит, но имени Немезиды никогда не упоминал. Агата Кристи пошла еще дальше, она вообще каталась по этой дороге не один раз, где мы там были-то, ну, не все, да, но все равно были и сняли, ну, где вот это вот Кибела, там ее места. Значит, и тоже имени Кибела никогда не использовал. И вот, значит, предположение, если Мейсон и Агата Кристи могли творить чуть ли не всю жизнь или часть жизни во всяком случае на вот тему того или иного Бога, да, в видении, и не упоминать, то, значит, были еще авторы, которые поступали так же. И вот, значит, я тут замахиваюсь на святое, на самом деле ничего кощунственного, что а не поступали ли так евангелисты. Сейчас расскажу историю интересную, значит, про Иуду, где вообще богиня Немезида должна была присутствовать. Там нет ничего крамольного, там нет ничего, а ты, как говорил Эразм Роттердамский, первый религиозный писатель, которого я прочел, значит, он сказал, если где встретил истину, считай, что она христианская. И это не значит, что я за ним, я повторяю, я просто говорю, так он считал. Значит, если мне трансформировать, если где-нибудь встретил истину, считай, что она истина. Вот, в общем, очень похоже. Так вот, значит, Иуда, история Иуды, значит, все знают, Иуда пошел это стукать, это стукать. Иуда пошел и настучал туда властям, вот этим самым религиозным, они пришли в Гессиманский сад, арестовали Христа, издевались, избивали, приговорили к распятию и распяли. А, значит, Иуда почти сразу пошел и повесился на дереве, ну, на осине это преувеличение, но не важно, для понятности. Значит, вот, в России говорят, что на осине, ну, конечно, но это не важно, пусть даже и на осине. Вообще, это не важно. Так вот, он взял и повесился, вот, Немезида там присутствовал или нет. А, ну да, значит, мотив. Мотив постоянно приходится слышать, что Иуда, потрясенный скверностью своего поступка, он просто вот терзался, раскаялся фактически, и раскаяние его было так сильно, что он пошел и повесился. Так, это одна версия, да? А с другой стороны, значит, вообще-то говоря, можно описать все это механизм самоуничтожения. Ну, вот он, так сказать, самоуничтожение механизм включается в особенности тогда, когда ты видишь, что тот, с кем ты борешься, неизмеримо тебя сильнее, ты сделать ничего с ним не можешь. Вот это вот отчаяние. Ну, наверное, Иуда, как самый образованный из этих самых, он должен был сообразить, что куда ему до Христа. А теперь все. Теперь после того, как он предал Христа, то он уже не поднимется дальше, выше. Все. Это отчаяние. И это порождает реакцию самоуничтожения. Ну, злобу порождает, но у одних это, так сказать, агрессия вовне, а у Иуда на себя. То есть, чтобы понять Иуду, понимаете, вот, если рассказать вот так вот, как рассказано в Евангелии об Иуде, то у меня складировалось впечатление, что когда-то давно, миллион лет назад, может поменьше, значит, что ну, просто Иуда. Индивидуальная история одного человека, значит, и все. То есть, это не типаж. Ну, если это история Иуда, то какое отношение это имеет ко мне? Лично, например. Никакого. А вот если бы в эту историю вовлечь вот, как называется, ту же самую немезиду, то, что это обязательное воздаяние для всех. Не, ну, как вот это вот в церквях это делается, потому что я единственный тут бывший церковный человек, значит, ну, там скажут с кафедрой, что вот не поступайте так Иуда, а то ведь так и недолго и самому повеситься. Ну, вот с таким смыслом. А то, что это обязательная расплава сплата, она неизбежная, так сказать, опять-таки, не, я здесь не проповедью Евангелии, не проповедью Библии занимаюсь, вы понимаете, просто, ну, ссылаются, вот и я ссылаюсь, значит, опять же, если у Соломона вспоминать, то там было так, как женщина-прелюбодейка прелюбодействовала, значит, утерла губы и после чего, интересно, значит, значит, и, в общем, как бы ничего и не было. Не, ну, вот именно так же, собственно, все и считают, ну, что, ну, что, не, вариант-то был, какой, если на измене жену, женщину не взяли, то, значит, измены не было, то есть, значит, измены не было, значит, она была, измена, потому что существует немезида, и вот, конечно, вариантов много, что все-таки немезида была в Евангелиях первоначально, но отредактировали, такие вещи сплошь и рядом делаются, значит, второй вариант по каким-то причинам, из-за, нет, но вот почему, вот почему, вот сейчас буду спрашивать, вот почему Мэйсон не упоминал не Эмезиду, а Агата Кристи, который просто, блин, я не знаю, в общем, а не упоминала Экибелу, вот почему не упоминали, страна ведь, в Англии жили оба, считается Англией, это прям такая свобода, я тут был недавно, мы в одной стране, в которой мне сказали, у нас свободная страна, но, да, ну и вообще говорили так, значит, нет, ну вот почему, свободная страна, для этих, для уважаемых, а, да, конечно, ну, ну, это вариант, даже я не допер, даже я сразу не допер, да, конечно, для свободных, это в первую очередь, но, ведь можно сказать, что, громче всех о свободе будут кричать, не, ну вот, женщина, которая сама отравила своего мужа, будет просто валяться в истерике на его похоронах, ни у кого горя не будет, там, ни у детей, ни у этого, только у отравительницы, то есть, можно предположить, что, если в Англии, громче всех кричат о том, что это самая свободная страна, так же в Америке нет такой свободы, ну там дело плохо, и вообще подтверждение, ну, подтверждение, вот, поведение Мейсона и Агаты Кристи, ну, может быть, у кого-то какие-то, вот, замаскировался он там, баррикадировался, вы же у нас самые просто светочи, интеллекты и всего остального, я не знаю, почему они, ну, предположение, вот почему, ну, цензура, я так понимаю, нет, ну, не, ну, как, покупать не будут, тоже, такие обычные мысли приходят, ну, но есть скрытые какие-то способы, понимаете, от тебя обвинят, например, в уголовном преступлении, вот, мы тут вообще сидят, все через это прошли, он берет, вот, и обвиняет в уголовном преступлении, вы не забыли, что мы еще самые главные, самые мощные восстания организовывали, целые сутки, и женские дивизии, и, видимо, я на свои деньги купил те эшелоны вооружения, которые надо, чтобы вооружить, вот они пришли в квартиру, ну, ладно, плевать, ну, значит, в Англии эти верхушка, элита, ну, и так, да, они особенно сильные предатели, и особенно сильные немезиду, и, соответственно, если вы помените, то его просто сожрут, убьют, не знаю, повесят, четвертуют, я так, только у меня такая, так, хорошо, я не оцениваю, ни плохо, ни хорошо, я не знаю, просто вдруг кто-нибудь родит интересную идею, ну, судьи, они же больше предали немезиду, соответственно, они даже не хотят о ней слышать, это для них разоблачение. что вообще-то, сейчас я уже догадался, продолжаю ваши слова, что в той стране, в которой более всего развита правоохранительная деятельность, вот там вот и хрен ты его поменяешь, немезиду, не, ну, вот, понимаете, вот запрет такой, цензура, вот, понимаете, это мелко, неизящно, неизящно, гораздо лучше, вот, обвинить, так сказать, вот писателя, у которого ни машины нет, очень маленькая квартира, в общем-то, по меркам нынешним, да, значит, ничего золотого глянта нет, ничего нет, взять, и объявить, что он фактически, между строк, что он покупает эшелонами вооружения, чтобы вооружить именно женские, эти самые дивизии, для штурма, там, чего-нибудь, вот, то есть, вот, это, 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 это вот легко, просто, ну, может быть, это отчетливо не понимали, потому что мы же подавали, это самое, на визу в Англию-то, и, собственно, сейчас-то мы уже, конечно, вспоминаем, что, слава Богу, отказали, большим крестом, на визу в христицию, что, слава Богу, отказали, 20 тысяч, правда, попятили, но, сволочи, ну, ладно, плевать на них, вот, значит, ну, я не знаю, какие мысли по поводу того, что, ну, или что непонятно, что непонятно в теме самоуничтожения, понимаете, вот почему-то, сейчас, почему-то, для меня, нет, я знаю, что самый главный идиот из присутствующих, это я и в Совете, и на свете, значит, ну, для меня, вот это вот как-то самоуничтожение, в особенности на примере, вот этого вот живого щита, который шел, ну, это было просто откровение, я просто охренел, значит, ну, никого не трогать, не волнует, нет, не сильно, да, больше, больше это, там, Кассел, который там, А Кассел, чем он отличается? Да, просто там, вы сказали про Иуду, да, что он был достаточно образован, чтобы понять, что Христос развитый, гораздо развитий, поэтому, предав его, он решил самуничтожить, то есть, что, Кассел, тоже, что ли, был из всех, более-менее, версия, версия, то есть, причина, просто, те, что это причина, хорошая, да, ну, если, нигде у меня в тексте, но я уже не буду исправлять, нигде в тексте, Кассел, там, Иуды не назван, но, на самом деле, из всех, он там, как бы, наибольший, кандидат, потому что, как-то все они там, что-то пооканчивали, крутое, ну, там, Кембридж, все, поэтому, так, какие вот могут быть заковыки, или несогласия, вот, с темой, вот, не, самоуничтожение, понимаете, вот, это самоуничтожение, вот, вот, какая-нибудь вымышленная страна, выбирает себе в президенты клоуна, профессионального, их что, обманули? Вот, просто вот взяли и обманули, или у них были какие-то мотивы, дополнительные, вот, ну, вот, избрать вот клоуна, не, я не имею никакую конкретную страну, это туда, до нашей эры, там, а то пускай начинается науку, не, ну, это случайно, даже если, урар тут там, вот, всякие, не, ну, ну, вот, понимаете, не, то есть, вот это вот проявление, оно уже, вот, самоуничтожение, да, то есть, вот, клоун всегда злой, клоун всегда злой, это классика, да, значит, вот, когда выбирают, уже как-то имеется в виду война, население имеет в виду войну, и будет провоцирование, просто вот, сами-то они как расскажут, ну, я про урар-то, конечно, не говорю, что, там, кто-то не так сказал, ну, кто-то там сказал, кто-то там, в общественном туалете, уборщица, не так сказала, вот, они обиделись, и начали воевать, если воевать пять раз по этому поводу, то, знаете, войны вообще мне прекращались, через некоторое время бы и не начинались, потому что некому воевать вообще, ну, я не знаю, какие еще пределы, тема крутости еще тоже, получается, там, что судья, да, который циститом начинает болеть, что, ну, в общем, все, кто с тобой жертвует, они же себя героями считают, то есть, Иуда, то есть, он точно не раскаялся, он ушел вешаться, и чувствовал себя круто, вот это вот, да, да, он чувствовал себя круто, безусловно, ну, вот это вот состояние, ну, это, тут, по-моему, никто с собой не кончал, кажется, тоже пострадать, нет, конечно, страдали, да, нет, нет, ну, у нас же был, один какой-то там, мелькнул рядом, и он так, он совсем покончил с собой, до смерти, веселся, так вот, как бы, круто, наверняка, себя чувствовал, ну, а тоже, вот, мать этого, которая возмущалась, она же тоже, как подавала, то есть, вот, у него своего желания не было покончить, вообще, ниоткуда взяться, как бы, хороший мальчик, сынок, она же его родила, значит, вот его плохие люди затолкали, не, ну, просто я не знаю, понимаете, я не знаю, что я хочу сказать, у меня никакой наработанной мысли нет, обычно, хорошая вещь идет тогда, когда какая-то работная, но я вот хочу передать вот это ощущение, что эта тема важная, да, она тема важная, для восприятия вот этих вот людей, вот, ну, хорошо, вот у меня вспоминается, вот у меня первые три жены, они со мной недолго жили, они все развелись, а потом впали в какое-то такое материальное ничтожество, я много не зарабатывал, но почему-то всего было, хватало, в общем, на все, по парню там в какой-то, там чуть ли не в какой-то рвани не ходили, не, ну, они там придумают обязательно, что унижал человеческое достоинство, как-нибудь, не, ну, это, это вторая жена очень, упирала на это, ну, вот стоит ли верить, что хотела, то и получила, если стал ходить в войне, значит, это хотело самоуничтожить, можно, как я понял вообще в целом тему, что получается, это как бы скрытый мотив вот этих всех судейских, да, получить популярность и любовь, за счет того, что они саморазрушаются, а самая сильная возможность саморазрушения, это вот как раз сажать там невиновных, учителей и так далее, последствия, да, последствия его посадки, ну, мое отношение, человек это много уровней каких-то этих самых мотивов, и вот если брать изолированный этот мотив, то из изолированного этого мотива так оно и получается. То есть ты был же этот парень там тоже, когда, который в обысках участвовал там за администрацией, которого потом убили, он такое ощущение, как будто он не смог остановиться, вот он почувствовал вот это саморазрушение, кайф, что его полюбили, и до этого тоже. Кстати, тоже, да, ведь его поведение, в общем, было близко к Иуде, вот тот, который его убил, он его много раз встречал, и ничего не убивал. Почему он его убил, именно, напросился он, сам обосрался покончить с собой, как Антоний, Марк. Еще какие мысли у кого чего возникает? Вот у вас, ну я не знаю, большая любовь, кто у нас тут прятку во большой любви спрашивает, бесполезно, он меняет как перчатки, даже особо имена-то не запоминая, ну Пушуков, я вообще молчу. Кого, Эрнест, Великая Ваша Любовь, как там, у нее никаких не было самоуничтожительных? А, это да, я не знаю, какой у нее, вообще, я не помню, сколько у нее там, и чего. Самоуничтожительных, ну, вот у нее-то как раз и не было, да? У нее брат уже повесил, А, ну там что-то писал, да, я просто не все читал. Любимая женщина пишет письмо, он не все читает, но так хорошо. Да, там про какого-то брата, который повесился как раз на территории музея. На тропинке рядом. А, на тропинке. Как, у нашего же? Да. Она присылала целую историю о том, как была какая-то свадьба, но она о себе не говорит, как бы, у девушки, свадьба. Это давно было еще до музея, то есть, я тут не привязаю. Дом музея, я там был уже. это еще давно, это не привязаю. Штаб болтается до сих пор. Нет, у меня, у меня крутится... А он не на том ли дубу повесил, где мы петли-то повесили? на тропинке. Его спилили, это дерево, на котором он повесился. Где-то рядом. У меня крутится друг, Ян, вот, вот, он мне ролики показал, первые, то есть, он меня как бы подсадил на ролики, меня его, а недавно вот он погиб на войне, ну, там где-то на войне, на какой-то, и тоже там получил орден мужества, ну, героем, в общем, погиб. Тоже тут думаешь, как он взорвался или... Ну, в общем, тут, понимаете, отсюда следует, кстати говоря, вот, благополучие страны и народа зависит от того, правильные ли люди выбраны в герои, в эталоны. Потому что, если вот, блин, вот это вот, самовзрывающиеся бактерии будут объявлены герои, то в стране будет все плохо. Во всяком случае, намного хуже, чем могло бы быть. Именно поэтому получается, что вот надо, очень много факторов, получается, надо учитывать, герой или не герой. В частности, вот это, вот даже Меняев узнал об этом совсем недавно, вот о самом уничтожении. Значит, то есть, вот тем более надо бы из этой темы одно из следствий, то, что надо с великим уважением относиться к выбору этих самых героев, которые отобрал товарищ Сталин. Но я лично не буду отбирать, я вам, я же не называю никаких новых героев, я только ориентируюсь на Сталина, если заметили. Нет, ну, может и были герои, только я не рискую такую ответственность из себя брать. Так, еще какие-то мысли есть? А там не мысли, это... Так, а вы что грустные? Грустные? У меня только сначала была мысль, посадили в профиль, а в профиль хреново смотрюсь. Профиль? Ой, не в профиль, это фас. А мы вас пересадим. Я просто проговорил, да. Не, ну, хорошо, мы вас пересадим, у нас сейчас же будет небольшое продолжение. Так, ну, ладно, есть еще что-нибудь? Нет, у меня только вот то, что Иоанна сказал, когда были аресты, мы решили героически пойти сдаваться, заявить, что мы все там виновны, как-то это сейчас понятнее становится. Это вот именно чувствовалось, что мы будем героями, нас должны будут, нас все напишут, вот, пойдем смертью храбрых, пойдем. Не, ну, вы исходили фактически, вот, взяли такую веру, что это действительно было преступление, то, что у нас вклячили. Не, ну, преступление. Там даже экспертизы ведь нету, ребята, там экспертизы, по правилам пишутся, два эксперта, так сказать, аккредитованные, нет, нет экспертизы, вообще ничего в деле нет. В деле был один аргумент, это экспертиза, и та фальшивая. Вот. Но все вдруг резко поверили, да, вот с чего это они вот, все вдруг резко поверили, что справедливо, обвинение справедливо. Я не знаю, мне кажется, нет, там, мы вообще поверили. Нет, вы пошли сдаваться. Мы, мы вообще-то пошли сдаваться с готовой экспертизой, что это обвинение ложное. Да. Ну, кстати, для них, мне кажется, а, ну, ну, мы, просто, как это банально, не хочешь видеть свою вину, да, в этой посадке, идешь, взрываешься, какую-то часть, кого-то. Да, значит, вам назло, отморожу уши. Значит, не, но я хотел сказать, что просто к этой теме еще надо с уважением относиться, потому что все-таки это должно быть в каждом из нас. Понимаете, вот все дерьмо есть в каждом из нас, потому что, я не знаю, я говорю где-то, я слушал в каком-то семинаре, кажется, меняю его, там сказано, что, чтобы не было там травмы, надо быть Юлием Цезарем и товарищем Сталином в одном флаконе, или, так сказать, в одном лице, вот, блин, одновременно. Значит, поскольку здесь даже ну ладно, ребят, у нас на самом деле четыре пира это бесконечная тема, будем продолжать. Значит, а пока спасибо. Спасибо. Спасибо.